У неё на всё есть свой взгляд, своё мнение, и она не любит, когда ей пускают пыль в глаза. Айдочка, привет! Привет! Как поживаешь? Отлично, хорошо. Ты так постройнела. Спасибо. Почему ты всё время меняешься? Каждый год ты разная. Потому что я люблю так делать. Сколько лет ты создаёшь моду? Ну, свой бренд я уже создаю 10 лет. Главное правило твоего бизнеса? Держать руку на пульсе и работать в команде. Тебе нравится, когда тебя называют сильной женщиной? Конечно, потому что я такой являюсь. Правда, что ты не любишь, когда тебе возражают? Я люблю, когда мне возражают. Тебе нравятся твои фотографии 10 лет назад? Конечно, потому что я люблю себя. Ты по-прежнему не интересуешься политикой? Ну, я в ней просто не разбираюсь. Что делает тебя счастливой? А, жизнь. У тебя много недостатков? Да, потому что я не ангела. В статус-хо 5 лет назад ты сказала мне, что тебе нужен смелый мужчина. Он появился в твоей жизни? Да, я не говорила. Да, ты так говорила. Ну, значит, ну все, у меня уже есть. Ты диктатор? Зинара, хочешь принять кофе? Да. Пойдем. Сейчас нам принесут кофе. А вот и кофе. Тебе с молоком, без? Мне, конечно же, с молоком. Окей. Аида, что сейчас в тренде? В тренде быть модной. Если бы ты встретилась с Куко Шанель, что бы ты ей сказала? Я бы сказала ей спасибо. Ты дисциплинированный человек? Я думаю, что да. Точно? Точно. Пунктуально? Ну, мне нужно просто объяснить правила, и я буду двигаться согласно этим правилам. Как ты думаешь, развращает ли людей тщеславие? Оно не просто развращает, мне кажется, оно просто уливает. Аида, ты бы хотела еще детей? Конечно, я хотела бы иметь хотя бы четверых детей. А для дочи у меня уже есть. Что тебя останавливает? Даже не знаю, что. Наверное, работа. Аида, скажи, пожалуйста, кто покупает тебе авиабилеты? Ну, они как-то покупаются на работе, и мне их просто дают перед вылетом в руки. Ну, ты всегда знаешь, во сколько у тебя прилет, во сколько вылет. Мне обычно скидывают это на WhatsApp. А помнишь, ты перепутала? Конечно, прилет с вылетом. Аида, сколько человек работает на модный дом Аида Кауменова? На сегодняшний день 60 человек. Мы можем пройти в твой цех? Да, пойдем. Аида, как быстро ты принимаешь решения? Достаточно быстро, я думаю. С кем ты обычно советуешься? А что дело, как я их реализую? А с кем ты советуешься? Минуточку. Маржан, скажи, пожалуйста, здесь же должен быть... Я должен был быть розовый корм. А, хорошо сегодня привезти. С кем ты советуешься? Прежде всего, с собой. Главная проблема отечественной фэшн-индустрии? Отсутствие отечественного сырья. Что тебя вдохновляет? Меня вдохновляют мои цели. Как должна выглядеть идеальная женщина? Счастливой. 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 Аида, как ты относишься к копированию своей одежды? Это неизбежно. С кем из дизайнеров ты дружишь? Я дружу с Алексеем Дженом. Уважаю Айморту Розбек. И дружу с Наймин Басим Сакон. Ты не просто талантливый дизайнер, но и очень хороший стратег. Откуда у тебя это? От образования. Правда, что, чтобы работать с Эйдой Коминовой, нужно иметь терпение и выдержку? Можно меня слышать. Ты не замечена ни в одном скандале. Почему? Ну, почему же? У меня как-то был небольшой скандал с Мирой Артиспайлой, но, слава Богу, мы разрешили этот момент и попросили друг у друга прощения. То есть ты можешь просить прощения? Конечно. Что для тебя важно в работе? Для меня в работе важны общие цели, командная работа и чтобы мы слышали друг друга. Как ты научилась управлять своим коллективом? Я получила образование хорошее. Айда, как ты относишься к критике? Ну, наверное, нормально, если она посуществует. А кто может тебя критиковать? Ну, самым главным критиком, наверное, для себя являюсь я, но меня очень часто критикуют мои дочери. Как ты относишься к пластическим операциям? Я считаю, что нормальная женщина должна относиться нормально к этому. Я пока не прибегала к этому, но не исключаю такую возможность в будущем. Твоя любимая косметологическая процедура? Массаж лица. В каком возрасте тебе было сложнее всего? Наверное, до третьего класса, потому что меня очень часто обижали в школе. Ты занимаешься? Я не любила ходить в садик. Ты занимаешься благотворительностью? Мне кажется, что это норма жизни. Айда, как ты чувствуешь своих клиентов? Я их люблю. Ну, ты знаешь, многие дизайнеры любят, но не все коммерчески успешны. Ну, наверное, я еще и безучая. Скажи мне, ты веришь в любовь после 40? Конечно, а что мне остается делать? Верить? Верить. Главное в твоей жизни? Найти свое предназначение. Скажи мне, есть вопрос, который я не задала, но который ты бы хотела задать себе? Да. Какой? Хотела бы ты поменять свою работу? И? Нет. Я так и знала. Спасибо тебе большое. Я тебя люблю и желаю тебе процветания. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе.